Привет, друзья! Есть хорошая новость для пенсионеров. Ну как, для будущих пенсионеров. Пенсионеры уже, им уже поздно, а вот будущим пенсионерам хорошая новость, благая вещь. Благовую вещь эту сообщает канал. Немало, не пропагандистский, нормальный, хороший канал, 1 плюс 1. Знаете, пошли уже, пошли новостишки, потому что пенсионная реформа принята, в общем... Ну а теперь, сколько вам лет, тем, кто сейчас биле телевизора? Ну мне, к примеру, 38, мне еще до пенсии, еще есть время. Если вам за 50, то смотрите на следующий сюжет уже, мабуть, поздно. А вот, если 50 еще нет, то нагострите в ухо и олевцы и уважно слушайте. Ну мне 50 еще нет, значит, это сюжет как раз таки для меня. Друзья, если вам 50, то вам уже тоже, по всей видимости, поздняк метаться. Куди вам зараз бігти и что робити, чтобы быть более-менш забезпеченными и после лет интенсивной работы? Воу, сейчас узнаем, куда нам бежать. А в конце я вам расскажу свой рецепт, куда вам бежать, если вам нет еще 50, и вы думаете о пенсии в Украине. Да. Вот журналистка рассказывает, что если бы я раньше это узнала, да я бы время назад перевела, повернула бы время вспять. Я тоже обо многом так думаю. Если бы я с 9 лет откладывал одну золотую монетку в год, так уж у меня б золото было. То, не поверите, одразу захотела перевести час назад. Бо пенсия – это не то, про что можно думать завтра, а больше про нее нужно было потребоваться еще вчера. Вот так вот, дружище, и знаете, уже вот паника немного подступает, когда смотришь этот сюжет, думаешь, если я вчера не подумал о пенсии, так все, мой поезд ушел или что. И они рассказывают, что у нас просто к такому кризису уже подошла пенсионная система, что... Сьогодні в Украине все еще действует солидарная система. Это когда молодые работающие люди получают старых. Эта система хорошо раньше работала, когда работающие содержали не работающих. Но потом соотношение начало меняться. Даже не могу представить, почему. И эта система хорошо работала раньше. Співвідношение стало катастрофическим. Бо замість схемы 4 на 1, ныне одна людина, что працюет, мае забезпечить старость двоих. Власть пыталась поддерживать пенсионный фонд, доливая туда недостающие из бюджета. Но знаете, это пагубная система и наконец-то уперлись в стену. И в результате там виявилося порожньо. Аби хоть как-то врятовать ситуацию, украинская влада доливала в пенсийный казан с другого под назвою бюджет. Фишка в чем? Всех пугали пенсионным возрастом. Что, мол, повысят пенсионный возраст, потому что это требование МВФ. И да, конечно же, все рассказы о том, что это украинская влада, что подумала президентом, думал, гройсман, шмойсман, нифига подобного. На самом деле это требование МВФ, без сомнения. Но когда все проглотили, заглотили эту информацию о том, что будут повышать пенсионный возраст, это суровая необходимость. У нас все уже это заглотили, готовы были протестовать, а тут вдруг правительство делает такой финт. Мы не повышаем пенсионный возраст. Смотрите, вас обманули, а вы слушали, а уши развесили, верьте нам. Они не повысили пенсионный возраст, они ввели новый термин, страховой стаж. Деюра, с наступного року пенсийный век залишится на тому же рівні. Де-факто, чтобы пойти відпочивати в 60, введено новый термин, страховой стаж. И вы скажете, ну так да, я же работаю, правильно? Работаю. Да ты можешь работать или не работать, это лично твое дело. Тут дело в том, что ты не просто должен работать, а должен отчислять в пенсионный. Вед трудового он выразляется тем, что нужно не просто работать, но и класти деньги в пенсийный фонд. И этот страховой стаж будет расти, и в итоге до 2020 года он вырастет и упрется, будет 35 лет. 35 лет, мы уже об этом говорили. То есть для того, чтобы выйти на пенсию в 60, надо будет 25 лет не просто работать, нет, а отчислять в пенсионный. А что для этого нужно будет, я вам еще сейчас расскажу. ДИВИТЬСЯ, как это працюватиме. Реформа нам диктует увеличение страхового стажа щороку. Наступного, вместо 15, треба иметь в трудовой биографии 25 лет. А когда продавец Людмила зберется на пенсию, треба иметь уже 35 лет. Ну и вот они в сюжете показывают барышню, которая очень-очень долго и старательно работает на рынке. Но ее работодатели не отчисляют в пенсионный, хотя она работает, как я понимаю, легально. Таких, как вона, за розрахунками Він соцполітики, в 2028 году будет больше половины украинцев. Все они будут, уважно, выведены за межи новой пенсийной системы. Есть! Есть! Более половины украинцев будут получать не пенсию, а какую-то подачку. Сколько будет эта подачка? Я не знаю, может быть, долларов 10. Знаете, для того, чтобы накупить хлеба, сделать сухарей и размачивая их водой из-под крана, кстати, а как они будут платить за эту воду. Ну, короче, скорее всего, они просто сдохнут. И, скорее всего, это вводится именно для того, чтобы лишнее население сдохло нафиг. И может сподеваться не на пенсию, а на социальную допомогу. И то только 65 лет. И это целиком справедливо, каже мне заступник социального министра Микола Шамбер. И, конечно, по мнению зама министра, это абсолютно справедливо. Он говорит, что раньше думать о пенсии начинали уже, знаете, уже в зрелом возрасте. А сейчас надо с молодого возраста думать. И вот тут вопрос сразу к этому подонку. А те, которым уже за 50 все-таки, они уже им поздно думать или что? Сами виноваты, знаете, я вспоминал всегда песню из, не помню, Гардемарины вперед. Что ж тут делать по делам, не рождайся байструком. Что ж тут плакать по делам, не рождайся байструком. Бо раніше, додає, піклуватися про безбідну старість всі тільки починали на схилі років. А нині потрібно чи не з першого дня роботи думати, чи оформляють офіційно, чи сплачують внески, чи зараховується стаж. Это все прекрасно. Это все прекрасно. Но есть люди, некоторые, которые уже никогда не смогут создать себе эти 35 лет страхового стажа. И они будут вышвырнуты за пределы вашего хитрого круга, где вы платите пенсии. Половина будет вышвырнута, правильно? Мы завжди звукли, что пенсия – это то, что даровано державе. Но это не так. Людина сама заработает себе пенсию. Конечно, привыкли. И дарит им государство. Нет. Мы теперь по-европейски живем, да? Но только фишка в том, что в Европе вклады в банки гарантированы. А я вспоминаю, что случилось со всеми этими накоплениями на книжках. Вот у моих там родственников было. А, их просто украли. И все это в головах мого поколения мое перетвориться у несколько вопросов. И первое, что зарахуют в страховый стаж? Да, абсолютно правильные вопросы. Что пойдет в страховый стаж? Здесь они показывают новую героиню. А она представляет, что на украинскую пенсию она... Хочу пахать всю жизнь, а потом лежать на Мальдивах на белом песочке. Ну, на песочке на украинской пенсии полежать, конечно, можно. Найти стройку. Если там песок завезли, разделась себе, да и полежала. Про пенсию надо думать с первого дня работы. Пенсия идет от ее заработной платы, легальной заработной платы. И, соответственно, если она нелегальную зарплату получает, она должна при пенсии тогда сама про себя себя винить. Конечно, человек, получавший нелегальную заработную плату, должен винить самого себя. Этот человек должен винить самого себя в том, что случилось в 90-х годах. Потому что тогда, ну, не половина, а, наверное, 99% живущих в Украине получали именно такую зарплату. Ну, а они и сейчас получают такую зарплату. И более того, скажу, что вот сотрудники этого телеканала, я убежден практически на 100%, получают, опять-таки, такую же зарплату. Ну, вините себя. Вините себя в том, что произошло в 90-х. В том, что по ларькам сидели ваши родители для того, чтобы вы не сдохли от голода. Вините себя. Вините себя. В таких випадках держава пропонує варіант. Фактично, купите стаж. И чем раньше, тем дешевше. Отличное предложение для украинских пенсионеров купить себе стаж. Это просто прекрасное предложение. И цены какие? Адже платеж привязан до минимальной зарплаты. Один рік нині коштует майже 17 тысяч гривен. 5, максимум, який можно придбать, трохи не дотягивает до 100. Купить 5 лет страхового стажа в 100 тысяч гривен. Я думаю, любой украинский пенсионер без проблем это сможет сделать. Полез, знаете, под подушечку свою вялую. Распорол матрасик старенький. Или там на огороді покопался. Достал баночку, да, там, тушенка. Открыл ее, а там на самом деле 100 тысяч гривен. Отнес, купил 5 лет. И тут же Ирина видала рецепт, как сбільшить свою пенсию. Для тих молодых людей, для вас в том числе, сьогоднішняя задача, чтобы ваша зарплатная плата была какомога выше от средней зарплаты по Украине. Нихрена себе чиновница, какой гениальный рецепт дала. Вот и все. Что хочешь получать хорошую пенсию, твоя зарплата должна быть большая. А, ну все, знаете, и вот после этого, конечно же, люди, которые получают сейчас 5 тысяч гривен, подойду к завтрак своим работодателям и скажут, так, положи мне 10 тысяч гривен. Нинішній закон полностью меняет подход к слову пенсия. Он написан для молодых. Это своего рода депозит, который в тебе або есть в банке на старость, або не имеет. Своего рода депозит, конечно же. И, конечно же, ты веришь этому государству, которое никогда, ни разу не обманывало своих граждан, никогда не воровало их вклады, никогда их просто не считало говном. Без сомнения. Теперь мой рецепт, наверное, все-таки подходит. Куда тебе надо бежать, если ты рассчитываешь жить на пенсию в Украине, тебе надо бежать к доктору, чтобы он проверил, ты психом стал сегодня или уже давно. Забезпечена старость – больше не державна проблема, а ваша инвестиция. Обеспеченная старость – больше не проблема государства. Конечно, государство сняло с себя еще одну проблему. Короче, ребята, у меня такое ощущение, что кто-то очень сильно попал. Мне кажется, очень сильно попали те, кого мои журналисты очень любят опрашивать на предмет, ну, как вам там достижения за последние годы и все. А они, так как они все хавают с телевизора, знаете, так они просто выдают и удивительные перлы. Вот мне кажется, что теперь они будут хавать именно с телевизора. Очень-очень скоро. Уже это все, вот уже за порогом стоит. Сказать, что мне это грустно. Сказать, что я за них очень сильно волнуюсь. Сказать, что я переживаю за них и теперь не буду спать. Я не буду кривить душой. Нет, мне плевать. Абсолютно плевать. Наслаждайтесь. Пока. Продолжение следует...